Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы переходим к с вами юниту восьмому Wild About Animals. Итак, перейдем сразу к упражнению первому Read and Circle. Прочитай и Circle обведи. Для этого упражнения вам нужно знать название животных. Всего в уроке у нас, как вы видите, пять упражнений. Ага, шесть, извиняюсь, да, шесть упражнений. Достаточно сложных. Итак, number one. It's very tall and it eats leaves. Очень высокий и ест листья. Ну, понятно, giraffe. Number two. It's quite small and it leaves in the sea. Маленький и живет в море. Крокодил или морской котик? Понятно, что это морской котик. It's a seal. Yes, seal. Третье. It's fat and it's got four legs. Толстый и у него четыре ноги. Whale или hippo? Конечно же, гиппопотам, а не кит. Потому что у него четыре ноги. Далее, number four, четыре. It eats bananas and it climbs trees. Ест бананы и лазит по деревьям. Естественно, правильный ответ monkey, обезьянка. Number five. It's got a long tail and a lot of trees. Длинный, но у него длинный хвост и много зубов. Я думаю, что, конечно же, это crocodile. Crocodile, да? То есть, если вы знаете название животных и умеете переводить по-английски, то упражнение было бы сделать легко. А теперь перейдем к следующему заданию, номер два. Read and fill in. Прочитай и вставь. Ну, это упражнение тоже достаточно легкое. Итак, 30 дней в... Ну, здесь, конечно же, нужно вставить месяц. September, да? У нас September в сентябре. 30 дней. September. Далее. На A какой месяц начинается у нас, конечно же? April. April. June. June, да? Не забывайте, что название месяцев пишется с большой буквы. June. And... На N у нас, конечно же, November. 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 Здесь вас проверяют знания написания месяцев на английском языке. 30 дней в таких-то месяцах. All the rest have 31. Остальные имеют 31 день, да? Except for... Исключением является какой день? Какой месяц? Ну, конечно. February alone. То есть, исключение 1 февраль. Which has 28 days clear, у которого 28 дней точно, and 29 days each leap year, and 29 дней каждый. Высокосный, наверное, год. Окей. Далее. Или... Угу. Итак, третье упражнение. Read again and answer. Прочитайте сейчас снова и ответьте. Which months have 30 days? В каких месяцах 30 дней? И мы помним. September, April, June, and November, да? Давайте я вам наверху напишу ответы на всякий случай. September, April, June, and November. Have 30, 30, 30, days. Which months have 31 days? Какие месяцы имеют 31 день? Можно написать все остальные. Можно написать все остальные. All the rest months. Except. Except. То есть, кроме. Except. Ребята, извините. Except. Except. Have. 31 days. Третий. 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 Если слово односложное заканчивается на согласное, то согласное удваивается. Fatta. Small. Small a. Три согласных мы, конечно, никогда не ставим. Clever. Как быть с этим словом? Также прибавляем просто окончание a. Clever. Умнее. Funny. Опять же, Y меняем на I. Funnier. Short. Shorter. Неудваиваем согласную, потому что она стоит после долгой гласной. Thin. В данном случае согласная стоит после краткой гласной. Thin. То есть, тут слог O был долгий. Thin. Слим. Так же краткое гласное, односложное слово. Удваиваем M. Слимое. И фаст. Фасте. На самом деле, здесь ничего не удваиваем, так как у нас согласная не стоит после гласной, а стоит после согласной. И переходим к последнему упражнению. Извиняюсь, ребята, к предпоследнему упражнению. Read and complete the questions. Прочитайте и заполните ответы. Then do the quiz. Затем выполните небольшой тест. Size it up. Which animal is bigger? То есть, мы должны померить животных. Какое животное больше? Whale and hippo. Ой, ребята, это достаточно такое сложное задание. Я бы ответила whale. Если у вас ответ другой, то вставляйте свой ответ. Which animal has got a short? Значит, нам нужно писать короче. Short a tail. Ну, я думаю, что это шип. Овечка. Далее. Which animal is taller, выше, giraffe and elephant? Ответим жираф. Но, ребята, опять же, вы можете вставлять свои ответы. Я не уверена. Which animal is thinner, тоньше, морской котик или ящерица? Ну, тут, наверное, мне кажется, ответ очевиден. It's lizard, ящерица. Which animal is clever? Умнее. К-ле-ре-ре. Ну, конечно же, я бы ответила dolphin. Да, dolphin. Последнее. Which animal has got меньше размера? Smaller eyes. Ну, и, конечно, в данном случае я бы ответила insect. Насекомое. 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 Итак, ребята, а теперь мы переходим к последнему упражнению. Не забудьте, что в этом упражнении вы должны еще и ответить правильно. Например, which animal has got a shorter tail? А вы должны сказать, например, a sheep. Вместо which animal мы должны подставить конкретное слово. Например, sheep, овечка. A sheep has got a shorter tail. Также я вам проговорю. Which animal is taller? A giraffe is taller. Вместо which animal подставляем правильное животное. A seal is thin... ой, извините. A lizard is thinner. A dolphin is cleverer. An insect has got smaller eyes. Вместо which animal подставляем какое-то конкретное животное. Итак, переходим к следующему упражнению, шестому. What are the Foley Farm rules? Read and write. Какие правила, rules, правила на ферме Foley Farm? Прочитай и напиши. Это интересно, ребята. В данном случае мы должны с вами знать, как мы приказываем что-то делать, как мы должны заставить подчиняться. И для этого у нас есть слово must, должен. Итак, close the gates. You must close the gates. Второе. Ты должен, да? Закрывайте ворота. Walk slowly and quietly. Выпишем. You must. Ты должен идти. Медленно и тихо. Keep your hands away from the animal's mouth. Держите руки подальше от ртов животных. You must keep your hands. Away from the animals. О, ребята, тут немножко у меня не вместилось. Секундочку. Тут вот допишу. From the animals. Маус. Animal. Маус. Четвертое. Feed the animals. Заметьте, здесь стоит крестик, то есть ты не должен этого делать. You mustn't, то есть you must not, you mustn't feed the animals. Парковаться. Последнее. Park your car inside the farm. Парковаться, да? Ты не должен. You mustn't. Park your car. Парковаться. На ферме. Inside. Внутри, да? Inside the farm. Must и must not. Mustn't. Должен и не должен. Окей, ребята, this is the end. Это конец урока. Достаточно много было упражнений, да? Посмотрите. Здесь было и знание животных, диких животных, и знание месяцев, и степень сравнения прилагательных. Да, и приказ must. Окей. Итак, перед тем, как закончить модуль четвертый, мы с вами выполним упражнение, а также текст на аудирование в следующем уроке. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!